Господин Миниханов мастерски, используя момент и понимая, как все это делается, выступил на татарском языке, вызвав такие шутки, скажем так, подозрительные, настойчивости Министерства по чрезвычайным ситуациям. Вообще вот это хроническое недоверие населению, даже в мелочах, в том, что люди, если им дать лопату и саженцы, и ели, то они посадят обязательно это кривое. Ох уж эти интерактивные карты! Тут мы к 1 апреля ждем интерактивную карту дорог, где будут указаны все ямы, где мы сможем их наносить, а теперь еще интерактивная карта лесов. А с другой стороны, из города и республики выдвинется передовой отряд Киреев-Мустафин, который установит, внимание, 50 тысяч столбиков ограничительных для начала. Вопреки моим злорадным предположениям о том, что Хабиров будет вынужден отменить оперативное совещание из-за приезда представителей Совета по правам человека, оперативное совещание состоялось. Сегодня мы с пылу с жару, во вторник, сразу за понедельник, обсуждаем оперативное совещание, состоявшееся в правительстве. Вообще, это традиционное уже мероприятие республиканского правительства. Вчера больше походило на некое совещание в маленьком провинциальном городке. Исходя из тем, которые там обсуждались, никак нельзя было назвать это совещанием правительства огромного четырехмиллионного региона. Обсуждались такие, на первый взгляд, незначительные вопросы, как паводок, озеленение, неправильные парковки, ну и в конце там немножко о привлечении инвесторов, и то я расскажу, почему это было достаточно смешно и забавно. Ну, в общем, теперь по порядку. В самом начале совещания Хабиров вернулся к прошедшим праздникам. В субботу состоялся главный концерт, посвященный столетию республики Башкортостан. Прямо скажем, Хабиров не скрывал своего раздражения и разочарования от этого мероприятия. Напомню, что главный гость этого юбилея Владимир Путин не приехал в Уфу. Концерт и мероприятие состоялось без него. Из наиболее заметных федеральных гостей в зале была Валентина Ивановна Матвиенко, был полномочный представитель в ПФО и два-три губернатора, включая президента Татарстана Миниханова. Кроме того, что господин Миниханов, конечно, не упустил возможности поглумиться над соседями и подразнить своих заклятых друзей. Я имею в виду уже традиционное какое-то такое, если не сказать противостояние, то постоянное перетягивание каната между Татарстаном и Башкортостаном. Несмотря на то, что канат этот уже весь давно и полностью находится в Татарстане, мы все еще привычно его тянем. Господин Миниханов мастерски, используя момент и понимая, как все это делается, выступил на татарском языке, вызвав такие шутки, я бы сказал. Господин Бричалов, например, сказал, что он ничего не понял, но полностью согласен. А вот ради Хабиров, конечно же, совершил роковую, на мой взгляд, ошибку, по крайней мере, в масштабах этого мероприятия. Хабиров не использовал башкирского языка ни в обращении, ни в своей речи. Вообще ни одной фразы на башкирском языке не прозвучало, что вызвало, конечно, шквал недовольства среди башкирской общественности. Как это объяснить, я затрудняюсь, но, вероятнее всего, конечно, Хабиров так и не смог для себя определить ту пропорцию дозволенного в части использования суверенных особенностей. И, судя по всему, он просто побоялся часть речи произносить на башкирском языке, дабы не смущать федеральных гостей и вообще не использовать тему суверенности, самостоятельности и так далее. Напомню, что главным принципом современной Российской Федерации является не упоминать о Федерации. Но, конечно, результат был противоположный, и вот это неиспользование башкирского языка, конечно, еще долго будут припоминать Хабирову. Но вернемся к оперативке. В самом начале оперативного совещания Хабиров раздраженно призвал продолжить празднование. В общем, по плану у них еще какие-то мероприятия, которые должны прокатиться по всей республике, но, судя по всему, конечно, юбилей окончен. Ну и дальше перешли к обычным процессам оперативной оценки ситуации, ситуации на дорогах, ситуации с пожарами. Собственно, в этой области ничего особенного не произошло. Единственное, надо отметить, что, конечно, и Хабиров, и председатель ГОЧС, и ответственные за дорожную ситуацию, Мухаммедьянов сообщили, что у нас, конечно, смертность на дорогах в республике Башкортостан существенно выше среднероссийской, и это очень беспокоит Хабирова. Напомню, что он отмечал свою обязанность отчитываться перед Путиным о ситуации на дорогах Башкортостана, о снижении смертности, а смертность это никак не снижается. Далее перешли к вопросам с пожарами. С пожарами тоже все не здорово. Господин Гомеров, руководитель нашего уездного министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщил, что опять, значит, масса погибших за только истекшие три месяца, у нас 91 погибшие в пожарах, в том числе пять детей. В общем, это очень много и статистически, и вообще, конечно. Примечательно, что господин Гомеров основную причину смертности во время пожаров и вообще обилие этих пожаров, особенно в сельской местности, полагает маргинализацию населения, бедность, пьянство, безработицу. И вот с этими вещами, значит, им приходится сталкиваться. Он очень сетовал на то, что все эти пьяницы, безработные, значит, и балбесы и балбесы только и делают, что напиваются и сжигают собственные дома, а ему, значит, теперь за это дело все отвечать. Ну, в общем, конечно, очевидна здесь подмена причины и следствия, в том смысле, что бороться с пожарами на фоне нарастающей нищеты в сельской местности, пожалуй, что бесполезно, потому что люди действительно и злоупотребляют алкоголем, и ведут маргинальный образ жизни, и справятся с этим пожарными извещателями, которые, собственно, и были камнем преткновения, и основой всех этих разговоров, наверное, не получится. Напомню, что МЧС последовательно лоббирует установку пожарных извещателей в домах. Напомню, что они собираются охватить этими устройствами практически все частные дома в республике Башкортостан, приобретаются эти пожарные извещатели, это довольно дешевое, примитивное, понятное устройство, и приобретаются эти извещатели на государственные бюджетные деньги, а впоследствии раздаются пока вот сейчас только нуждающимся и нищим, условно назовем это так, значит, там, как они это называют, элегантно из числа нуждающихся и попавших в трудную жизненную ситуацию. Ну, будем называть вещи своими именами, эти извещатели пытаются раздавать о самым бедным слоям населения, чтобы они, как бы, ну, реже сгорали в собственных домах во сне. Можно долго обсуждать, насколько эффективна и неэффективна эта мера, можно долго рассуждать на тему коррупционности этой программы и довольно, скажем так, подозрительной настойчивости Министерства по чрезвычайным ситуациям. Даже если этот извещатель спасет одну или две жизни, то, в принципе, наверное, черт с ними, с этими миллионами, которые будут потрачены либо расхищены в процессе закупки этих устройств, ну, спасенные жизни, наверное, того стоит. К слову говоря, Хабиров, по-моему, уже в четвертый раз дал указание Мурзагулову заняться популяризацией вот этих устройств и разъяснением населению полезных свойств вот этих вот пожарных извещателей, вообще вот эти попутные поручения Мурзагулову уже даже не вызывают улыбки, потому что, ну, сколько бы, чего бы Ради Фаридович ему не поручал, в конечном итоге остаются только одни песни. Далее перешли к вопросу надвигающемуся на нас паводка. Здесь, в общем-то, все в порядке. В этом году ранняя весна, в этом году достаточно мало снега, как ни странно, по крайней мере, из отчета метеослужб. В общем, никаких особых проблем не предвидится. Единственным нюансом был конфликт прямо во время совещания между главой администрации Бирского района господином Груздевым и МЧСниками, которые, опять же, пользуясь случаем, пожаловались Хабирову на то, что ряд глав не заключает с ними договор на взрывные работы по взрыву ледового покрова рек. Но Бирский глава, к моему великому удивлению, набрался смелости и прямо в эфире четко ответил, что мы не считаем целесообразным взрывные работы и расходы на этот счет. Тут Хабиров вспылил, не вам решать, давайте быстро заключайте договор. Ну, в общем, было забавно, не очень-то грандиозно, но, по крайней мере, весело. Покончив с обсуждением паводка, перешли к обсуждению озеленения населенных пунктов. На предыдущем совещании Хабиров напомнил о своей идее о двух днях высадки деревьев в республике Башкортостан. И вот на последнем вчерашнем совещании этой теме было уделено огромное просто внимание, просто какое-то чрезвычайно большое внимание было уделено оперативным совещаниям правительства республики Башкортостан вопросу высадки саженцев. Ну, все это, повторюсь, носит глубоко пропагандистский характер в том смысле, что понятно, что главным в этой истории является вовлечение населения, чтобы люди там собрались, послушали музыку, заодно им какую-нибудь, наверное, дадут брошюрку «Единой России», посадят они это дерево. Ну, в общем, все это мероприятие приобретает какую-то маниакальную окраску, на самом деле. Во-первых, решили совместить с субботниками, потому что, выслушав доклад Киреева и впоследствии Фазрахманова, которые вдвоем отвечают за посадку деревьев у нас в республике, Хабиров засомневался и говорит, а не перегрузим ли мы людей, вдруг подумал Хабиров, а давайте совместим с субботниками. В общем, такая импровизация идет. Это несмотря на то, что целые министерства в прошлый раз готовили доклады, отчеты, планы, расписывали, значит, графики об этих субботниках, вот буквально накануне. На прошлой неделе мы обсуждали, как они капитально тратят государственные деньги на подготовку вот к этим субботникам. Это же целое министерство сидят и получают зарплату, значит, печатают эти графики, таблицы, там бегают секретарши с этажа на этаж. Ну, представляете, какое грандиозное мероприятие, целое совещание в правительстве. И тут Хабиров, значит, так подумал, подумал, говорит, а давайте-ка совместим посадку деревьев и субботники. Ну, в общем, да, а давайте вообще совместим это все с выборами. Сделаем 7 сентября посадку деревьев, субботники, все праздники в один день проведем, точно народ за Хабирова тогда проголосует. Ну, в общем, конечно, очень это странно, очень как-то это все, это неорганизовано, как-то это, как-то вот из какой-то мухи они раздувают слона и вот из посадки деревьев устраивают там планетарное какое-то событие. Надо вот просто слушать вот тот металл, который звучит в голосе Киреева, когда он начинает зачитывать, что необходимо, значит, отследить контракты, на то, на сё, нужно, значит, установить баннеры, на телевидении должны выйти ролики, листовки в соцсетях, там, Мурзагулов, там, значит, то-то и сё. Ну, в общем, это все речь идет о посадке саженцев, понимаете, да? То есть не о прокладке газопровода, не о открытии там нового какого-нибудь завода по сборке тяжелой техники, нет, это всего лишь деревья собрались сажать в республике Башкортостан. Ну, в общем, конечно, совершенно странный крен вот в эту сторону. Ну, я так на полях отмечаю, что, опять же, значит, обогатятся те, кто будут обслуживать всю эту, значит, историю. Там вот эти баннеры, растяжки и ролики, я вас уверяю, будут сделаны по высшему разряду и по расценкам Голливуда. Ну, в общем, конечно, печальна эта вся история. Ну, много было креатива вокруг обсуждения, значит, этой высадки деревьев. Хабиров строго поручил Мурзаголову, чтобы, значит, было все отработано, что должны появиться некие юмористические призывы на посадку этих деревьев. Обратите внимание. То есть если вас недостаточно весело будут звать на высадку липы, сосны, ели, березы и ясеня, то как бы можете не ходить. Ну, я уверен, во-первых, что Мурзаголов справится в плане юмористичности этих призывов, мы еще обхохочемся. Рабочими названиями высадки деревьев предлагаются, значит, следующие варианты. Аллея любви, аллея верности. Аллея любви и верности, ну, видимо, аллея верности и любви. Ну, и обязательно будут аллеи патриотизма. Значит, они появятся, вероятнее всего, во всех крупных населенных пунктах. Хотя Хабиров оговорился и обратился отдельно к Мустафину, что на центральных улицах города Уфы поручать высадку деревьев гражданам совершенно нецелесообразно, потому что, понятное дело, они все сделают неправильно, и нужно поручить это дело профессионалам. Вообще, вот это хроническое недоверие населению, даже в мелочах, да, в том, что, ну, люди, если им дать лопату и саженцы ели, то они посадят обязательно это кривое. Это сквозит практически во всех моментах, которые касаются взаимодействия нынешней власти Башкирии и населения. Ну, вот, как говорится, что есть, то есть. Ну, еще в контексте высадки этих, значит, деревьев был еще один отдельный проект. Это промышленная, вообще-то, высадка деревьев, то есть то, что должно происходить обычно взамен вырубленного, значит, леса. Видимо, опять же, с соображений предвыборных целесообразностей этот процесс тоже присоединен к радостной высадке деревьев силами населения. Я имею в виду процесс посадки саженцев, который выполняет, значит, Министерство лесного хозяйства совместно с Минсельхозом и вообще курирует это все наш любимый вице-премьер, господин Фазарахманов. Ильшат Ильдусович поведал нам совершенно фантастические вещи. Он нам сообщил, что всего лишь за месяц, с 20 апреля по 20 мая 2019 года, в республике Башкортостан должно быть высажено, внимание, 30 миллионов саженцев. В том числе сосны 23,5 миллиона, ели 4,5 миллиона, березы, ясени и липы полтора миллиона саженцев. Вообще он, оказывается, давно этим занимается и за последние 5 лет господин Фазарахманов уже освоил, в кавычках, 47,5 миллионов рублей на этом деле, а в 2019 году и вовсе собирается освоить 12,5 миллионов рублей. Вроде немного, но мелочь, а приятно. Если внимательно смотреться в эти цифры, вот в эти 30 миллионов саженцев в месяц, то внезапно понимаешь, что если круглосуточно сажать эти деревья, то у нас должно появляться 12 деревьев в секунду за этот период. А если все-таки учитывать темное время суток, если господин Фазарахманов не в состоянии сажать деревья по ночам, а только в светлое время суток, тогда и вовсе получается, что каждую секунду в Башкортостане в этот месяц будет появляться 20 деревьев. Вдумайтесь, 20 деревьев в секунду господин Фазарахманов готов высадить. Ну, в общем, конечно, очень большие сомнения, если честно, в достоверности вот этих планов и их реализации. Ну, в основном, опять же, вокруг этого всего идет опять пиар. Много десятилетий подряд в республике Башкортостан, да и вообще по всей России высаживаются саженцы взамен вырубленного леса. Никто из этого никогда не делал ни праздника, ни шоу, ни фестиваля. Но в Башкирии теперь у нас у этого рядового мероприятия будет свой брендбук, будет свой концерт, освещение, охрана, флажки, майки. И вообще будет много веселья, судя по всему, в ущерб результатам и в ущерб объему высаженных деревьев. Ну, в общем, опять это все агитация и предвыборная программа. Я не понимаю, зачем регенерацию лесов, плановую регенерацию лесов превращать в шоу. Ну, если только откинуть в сторону соображения вот этих предвыборных резонов. Ну, в общем, заодно, ко всему прочему, господин Фазрахманов сообщил, что в республике Башкортостан появится интерактивная карта лесов. Ох уж эти интерактивные карты! Тут мы к 1 апреля ждем интерактивную карту дорог, да, где будут указаны все ямы, где мы сможем их наносить. А теперь еще интерактивная карта лесов. Неравен час будет интерактивная карта с указанием каждого дерева, его возраста и фотографий. В общем, есть у меня предчувствие, что господа эти погорят на этих интерактивных картах очень сильно. Как в части их реализации, так и в части их эксплуатации. Когда действительно ситуация станет безвыходной. Либо карта будет не работать, либо население поймет, что происходит с дорогами и с лесным хозяйством на самом деле. Ну, в общем, так или иначе, с высадкой лесов покончено. И перешли к вопросу очень интересному, сформулированному следующим образом. О взаимодействии с инвесторами. Был заслушан доклад господина Шильдеева Александра Николаевича, директора департамента экономического развития аппарата правительства Республики Башкортостан. Неприметный, в общем-то, чиновник, который руководит, оказывается, всеми этими процессами. Напомню, что в прошлый раз, на прошлой оперативке, Хабиров повелел всем главам районов проводить инвест-часы в определенное время. По четвергам, потом, значит, отчитываться. Теперь, с 16 мая, все эти инвест-часы станут доступны в интернете. Чуть ли не в прямом эфире, но, по крайней мере, в записи. Идея этих инвест-часов понятна и ясна. Это попытка привлекать инвестиции. Но, как обычно, у нас начинается превращение процесса в сущность и наоборот. Вот, господин Шельдяев рассказал нам, что, значит, уже проведено 15 инвест-часов, рассмотрено 50 проектов. Вот дальше пошла дробь этих цифр. На общую сумму, внимание, 165 миллиардов рублей, что приближается вообще к бюджету Республики Башкортостан. Что теоретически можно создать 8,5 тысяч рабочих мест. Ну, это вообще уже совершенно фантастическая история. Уже заключено 4 инвест-соглашения, в работе еще 7 инвест-соглашений. Портфель инвестиций в 2019 году составит 21 миллиард рублей, в 2020 году 22 миллиарда рублей. Ну, и так далее, и так далее. И вот в этот момент нужно сделать паузу и четко понимать. Все это новости будущего, так называемые. Все это проекты. Условно говоря, пришел человек и говорит, я хочу инвестировать 100 миллиардов. Они говорят, отлично, записываем 100 миллиардов. И уже сложили эту цифру. То, что никто ничего никогда не будет инвестировать, что это пустая болтовня, что это проект, который там не сложился или там по какой-то причине не пошел, это уже не важно. Господин Шельдяев уже суммировал суммы. То есть, как бы, вот эти вот новости будущего, это, конечно, очень погубная вещь. Это абсолютное очко втирательства. Нужно смотреть на выходе. Сколько реально произошло инвестиций внешних? Сколько реально денег было привезено и вложено в экономику Башкортостана, в какие-то предприятия и так далее? Я вас уверяю, цифра эта ничтожна. Абсолютно и снижается от года к году. И вот эти вот 165 миллиардов валовых разговоров у господина Шельдяева, это, конечно, чудно звучит. Наряду с этим господин Шельдяев поведал нам о тех мерах, которые они планируют предпринять для улучшения инвестиционного климата. Были упомянуты загадочные удмуртские инвесторы. Вот это меня особенно повеселило. То есть, один из наиболее депрессивных регионов, оказывается, у нас способен порождать инвесторов, которые к нам тут придут инвестировать. Примечательно, что не было ни слова сказано о китайском цементном заводе в Сибае, хотя этот инвестпроект, по-настоящему инвестпроект, потому что это вот в полной мере, можно так называть, уже был анонсирован и на всех крупнейших форумах инвестиционных, уже был показан Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Вообще, как бы обратного пути нет. Но внезапно из повестки дня этот Сибаевский цементный завод исчез. Что это? Отказ от инвестиционного соглашения, отказ от этого проекта или просто старательная попытка замолчать эту тему, дабы там не раздувать пожар в Сибае еще сильнее. Ну, в общем, надо обратить на это внимание и внимательно посмотреть, будет ли все-таки предпринята попытка создания цементного производства в Сибае или нет. Также господин Шельдяев нам рассказал о том, что есть еще ряд таких организационных мер, которые будут предприняты для улучшения инвестиционного климата. А именно, например, Республика Башкортостан намеревается открыть иностранные представительства для привлечения инвесторов. Ну, вообще, эта практика у нас была и раньше. При Рахимове было представительство в Стамбуле, в Турецкой республике. Потом оно было закрыто. Там даже был небольшой такой скандалец в связи с этим. И теперь вот Радий Фаридович возрождает эту историю. Но кроме представительства в Стамбуле, будет еще представительство в Австрии. Обе эти страны глубоко не посторонние, не чужие Хабирову. И, видимо, выбор стран совершенно не случайен. Потому что, ну, Австрия, конечно, заметное государство на европейской карте, но вовсе не самое главное, не самое передовое в плане инвестиций. И вообще в Евросоюзе не самое сильное государство. Казалось бы, целесообразнее открывать представительство в Германии, например, или даже во Франции. Но, тем не менее, выбрана Австрия. Как-нибудь мы об этом поговорим. Мы должны поговорить, почему так близки Радий Фаридовичу и Турция, и Австрия. Но это разговор отдельный и для другого случая. В общем, господин Шельдяев закончил свой феерический доклад на тему инвестиций в республике Башкортостан. И перешли к обсуждению вопроса Хабиров. Очень так жарко среагировал на эту тему. Он сказал, что мы должны обязаны обеспечить, создать и так далее. Дословно цитирую. Создадим прозрачную систему привлечения инвестиций. Я лично буду гарантировать это все. В общем, так это очень жарко к этому подошел. Вообще этот запал, конечно, достаточно стандартное явление для всех начинающих губернаторов. Всем им кажется, что они придут на территорию и сейчас немножко подбросят уголька и запылают огонь вот этого бизнеса, инвестиций и развития территорий. Со временем это, конечно, пройдет. Но пока Хабиров испытывает иллюзию о том, что он уверен, он прямо из него исходит, вот эта уверенность в том, что можно создать здесь инвестиционный рай. Не буду пока его расстраивать и объяснять, почему это невозможно, но пускай, как говорится, может попробовать что-нибудь получится. Хабиров обратился к главам районов, последовательно объясняя им, что им нужно делать на этих инвест-часах. Мы же понимаем, и Хабиров понимает, что главы районов сейчас находятся в ступоре, что пришел какой-то новый начальник, который им сейчас поручает совершенно какую-то дикую историю. Раньше они в банях со своими друзьями, местными прокурорами решали там вопрос местного бизнеса, а теперь им нужно это делать под запись камер, да еще и принимать всех подряд и распахивать им объятия. То есть это абсолютно противоестественное состояние для глав районов, но теперь Хабиров от них требует именно этого. Дословно Хабиров обратился к главам районов, начните с мелочей, начните с лавочки, начните с десяти поросят. Вот эти вот лавочки и десять поросят, конечно, в очередной раз характеризуют отношение Хабирова к провинциальной экономике и вообще к состоянию дел на селе. Столь уничижительное отношение к возможностям региональных экономик или районных экономик, конечно, очень характерно для него. Также Хабиров обратился к Олегу Полставалову, которому повелел открыть закрома, раздавайте активы и земли. Дескать, я знаю, что там вы сидите как собаки на сене, никому ничего не даете, в том числе и районные администрации так поступают, так вот распахивайте объятия и открывайте закрома. Ну что-то я сильно сомневаюсь на тему распахнутых закромов, и об этом мы поговорим отдельно. На этом разговор об инвестициях был закончен. Далее бегом-бегом обсудили вопрос надвигающейся в 2020 году переписи населения. Там ничего интересного не возникало, все уверены в том, что она пройдет замечательно, мероприятие федеральное, в общем-то, нас оно мало касается. И вот традиционное отступление в конце совещания было особенно любопытным в этот раз. Без всякого перехода и анонсирования, вот только-только закончив говорить о переписи населения, Хабиров вдруг обратился к Кирееву и, значит, пустился вот в свои вот эти традиционные отвлеченные рассуждения. «На улицах сходит снег, и творится полное административное беззаконие», тревожно сообщил Хабиров. Я как-то так напрягся и думаю, боже, о чем он говорит, то есть, может, там стрельба какая-то или еще что-то происходит. Оказывается, речь всего лишь о парковках. Далее я цитирую Хабирова. «С вами или без?» – сказал он, обращаясь к Кирееву, почему-то, в последнее время, но ему все время угрожает. «Я этот вопрос решу. Методов тут два. Работа административных комиссий и установка столбиков». В общем, концепция Хабирова следующая. В его понимании население распоясывалось и безобразничает. В два ряда устанавливает машины на газонах, где этого делать нельзя. Как будто бы рядом есть пустующие парковки еще, хотелось бы добавить. В общем, население ведет себя самым безответственным образом. Штрафовать его будут нещадно. Сейчас обсуждается вопрос повышения штрафов в госсобрании. Это буквально уже на рассмотрении. И штрафовать, видимо, будут тысяч на пять. Параллельно врубят динамичную и ритмичную работу этих административных комиссий, которые будут штамповать эти решения о вынесении, взыскании штрафов и так далее. А с другой стороны, из города и республики выдвинется передовой отряд Киреев-Мустафин, которые установят, внимание, 50 тысяч столбиков ограничительных для начала. Эту историю со столбиками Хабиров принес нам из Красногорска. Помнится, там был какой-то такой чудо-район, где жили такие же ужасные, непокорные, непослушные и безобразные жители, как и в Башкортостане, которые ставили машины на газон. Так вот, Хабиров, как в той песне Мурзагулова, стойко и последовательно начал вкапывать там столбики. Вкапывал, вкапывал, вкапывал. И вкопал до тех пор, пока гражданам стало негде уже ставить на газонах эти машины. Они их стали ставить куда-то, куда им указали, видимо, на платные стоянки. Примечательно, как Хабиров формулирует вот эту целесообразность про столбики и некие обстоятельства, связанные с ними. Во-первых, Хабиров, обращаясь к Кирееву, опять сказал, что включайте стотысячные контракты. Напомню, что такое стотысячники в их терминологии. Это контракты, которые проходят при закупке каких-то вещей, значит, на сумму не свыше ста тысяч. Их можно пачками выпускать, там, сто раз по сто тысяч. Но это будут отдельные контракты. И они идут по очень такой легенькой формуле. То есть там не нужно особенно сильно формулировать всякие условия этих заданий и так далее. То есть это самая богатая почва для коррупции и злоупотребления. Вот эти стотысячные контракты от Хабиров сейчас настаивают на их применении в различных сферах народного хозяйства. В том числе, видимо, и при закупке вот этих вот столбиков. Боюсь даже предположить, сколько там наворуют на этих столбиках. Наверное, столько же, сколько наворовали на качелях, которые в прошедшем декабре нам экстренно установили по всему городу Уфа. 50 тысяч столбиков – это только начало, а будет их, видимо, существенно больше. И 500 тысяч, и миллион этих столбиков. Это бездонная, конечно, кормушка. Характерно, что Хабиров свято верит в это все. Не нравится мне, что он ссылается на то, что граждане ему там звонят и требуют навести порядок. Это вообще какая-то такая очень древняя методология – ссылаться на каких-то непонятных граждан, которые с тысячами просят навести порядок. Помнится, лет так это, к 70 назад граждане просили навести порядок в разных вопросах с врагами народа. И на них тоже ссылался товарищ Сталин. Сейчас вот Хабиров ссылается на то, что ему звонят по поводу парковок. И очень примечательна формулировка, с которой Хабиров обратился к мэрам. Он сообщил нам, что демонстрацией города должны стать заборы, красивые заборы. Вот это трудно мне понять, на самом деле. Ну, может быть, я чего-то недопонял и где-то не успел эстетически сформироваться. Ну, мне всегда казалось, что заборы – это в городе ужасно и неправильно. Однако вот Хабирову кажется, что заборы, заборы, заборы – это и будет тем самым воплощением современной урбанистики, современных городов. В общем, не дай бог, конечно, воплотиться всем этим идеям, или, по крайней мере, воплотиться им так, как они прозвучали на этом совещании. Еще раз скажу, что вообще в целом вчерашнее совещание произвело впечатление совещания в каком-то маленьком провинциальном городке. Они в столице миллионного города и в столице большого, крупного промышленного региона с населением в 4 миллиона человека. На днях в интернете я анонсировал передачу о господине Полставалове. Я бы даже шире, наверное, взглянул на эту идею. И, пожалуй, что пора уже начинать рассказывать о команде Хабирова, о тех людях, которые пришли с ним из Красногорска, о тех, кто влился в эту команду здесь, из Башкирии. Я считаю, что это важно, я считаю, что это полезно, потому что у нас не принято рассказывать о тех людях, которые фактически вершат судьбы целого региона. Мы видим одного Хабирова, а вот вокруг него вот это окружение, вот эту команду, или как-то иначе еще ее называют, ну, практически никто не различает там. Одна-две фигуры. Было бы полезно рассказать людям, кто у нас министр образования, кто у нас министр, значит, например, по земельным и имущественным отношениям, кто у нас министр экологии и так далее, и так далее. Это полезно в любом случае. Почему начинаем с Олега Полстовалова? Потому что, на самом деле, эта фигура в последние недели вызывает все больше и больше вопросов, потому что вокруг Олега Полстовалова происходят некие скрытые события, которые, я считаю, не должны быть скрытыми. Понимая о том, что нынешнее законодательство у нас очень строгое и щепетильное, я постараюсь, конечно, быть предельно максимально объективным, но наряду с этим буду использовать все те источники, которые у меня есть. Уверяю вас, эти источники очень качественные и интересные. И надеюсь, что на днях выйдет первый выпуск этого цикла. Я еще не придумал, как его назвать. Что-нибудь вроде «команда», «не команда», «команда», «банда». Ну, что-нибудь придумаем, да? Такое вот, чтобы было интересно. Но это будет именно передача, посвященная первым лицам Республики Башкортостан. В первую очередь тем, кого мы не знали еще буквально вчера, и кого мы узнали сегодня, и кто, возможно, будет руководить Республикой Башкортостан в ближайшие 11 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова